Россия пытается не только завоевать Украину, но и расколоть ЕС. Кремль считает Запад своим экзистенциальным врагом. Не имея возможности противопоставить ему военную силу, Россия работает над расколом объединенной Европы изнутри. В частности, Российская Федерация годами вкладывалась в энергетическую зависимость Европы от российского газа. Также Москва использует лояльных к себе западных политиков, журналистов, бизнесменов, коррумпируя их для продвижения собственных интересов. В том числе пытается препятствовать евроинтеграционным устремлениям Украины. Тем не менее, страны ЕС и сам Евросоюз продолжают поддерживать Украину. В частности, в Брюсселе намерены ввести запрет на транзит многих товаров через Россию в рамках 11-го пакета санкций. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg. Основное внимание в списке ограничений, разработанных Еврокомиссией, и будет направлено на решение проблемы обхода существующих ограничений, в том числе компаниями в третьих странах. Также ЕС не снижает интенсивности военной помощи Киеву и продолжает финансировать гуманитарно-экономические программы для послевоенного восстановления Украины будущего нового члена Евросоюза. Украинские власти сделают все возможное, чтобы переговоры о членстве Украины в ЕС начались до конца года. Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. По его словам, до 13 декабря 2022 года Верховная Рада приняла все евроинтеграционные законы, которые от Украины требовал Евросоюз для начала переговоров о полноценном членстве. На этой неделе состоится саммит глав парламентов государств Евросоюза, а также стран-кандидатов на вступление в ЕС, где будет отдельно обсуждаться вопрос Украины. Открытие переговоров о полноценном членстве – это событие, которое на несколько голов выше, чем предоставление статуса страны-кандидата на членство. Это финишная прямая для вступления Украины в ЕС. Сделаем все, чтобы к концу этого года начались переговоры о членстве. Руслан Стефанчук, представитель Верховной Рады Украины, в интервью «Укринформ». Украина выполнила 72% обязанностей, предусмотренных соглашением об ассоциации с ЕС. Об этом идет речь в отчете за 2022 год, предоставленном офисом вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. В частности, с 2014 года Кабмин реализовал уже 70% предусмотренных мер, а другие органы государственной власти – 59%. Общий прогресс в выполнении договора увеличился на 9%. Больше всего его удалось достичь в сферах управления госфинансами, гуманитарной политики, юстиции, а также защиты свободы, безопасности и прав человека. В самом Евросоюзе все чаще звучат призывы об ускорении принятия Украины в ЕС. Так, Чехия будет добиваться начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз уже в этом году. Об этом заявил президент страны Петер Павел после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Вот его заявление. Корейшее членство Украины в ЕС отвечает нашим интересам. И Чехия должна настаивать на том, чтобы переговоры о вступлении действительно начались до конца этого года. Чем шире будет зона стабильности к востоку от наших границ, тем безопаснее нам будет здесь. Петер Павел, президент Чехии. Петер Павел, президент Чехии. Танков «Леопард-2» Испания поставит Украине уже в ближайшие дни. Как сказал глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, поддержка Украины будет длиться столько, сколько потребуется. Речь идет и о гуманитарной помощи, и о приеме беженцев, и о поставках оборонительного вооружения. За последние недели 55 украинских военных прошли в Испании подготовку на основных боевых танках «Леопард-2». Латвия передаст Украине все имеющиеся у нее переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер». Об этом заявила министр обороны Инара Мурниеце на заседании «Рамштайн». Также Латвия продолжит подготовку украинских военных в своей стране и хочет увеличить их число вдвое по сравнению с прошлым годом. Военная помощь Украине со стороны Латвии уже достигла 1% от ВВП страны. Это превышает сумму в 300 миллионов евро. Латвия откликнулась на просьбу Украины о поставках систем ПВО и решила передать Украине все имеющиеся у нас системы ПВО «Стингер». Мы сделаем все возможное, чтобы передать их как можно скорее. Все «Стингер», которые мы отправили на фронт в Украину, предназначены не только для свободы Украины, но и для безопасности Латвии. Инара Мурниеце, министр обороны Латвии. «Украинская победа должна принести миру новые стандарты безопасности, новый опыт сотрудничества, новые возможности строить и защищаться вместе». Об этом заявил Владимир Зеленский во время выступления на Международном саммите городов и регионов, который прошел в Киеве. «Если считать эту войну противостоянием идей, то вместе с победой нашего государства неизбежно отметим и идею, что люди важны. Мы, каждый и каждая, все наши общины, каждый украинский город, каждый городок, каждое наше украинское село, все наше государство. И благодаря такому подходу, вместо руин, которое принесла и несет нам Россия, мы повсюду отстроим настоящую украинскую жизнь, европейскую свободную жизнь. Такую жизнь, которую наши люди, обычные, но свободные, уважают. Такую, в которой каждого человека уважают». Больше года европейцы продолжают оставаться с Украиной. «Stand with Ukraine». Волонтерское движение в Европе оказывает огромную поддержку украинскому народу и вооруженным силам Украины. Символическую цепь солидарности продемонстрировали украинцы и европейцы, передавая украинским военным окопные свечи, сделанные собственными руками. Они передают не только физическое тепло, но также символизируют поддержку в трудных обстоятельствах. ЕС и дальше будет предоставлять Украине мощную политическую, финансовую и гуманитарную поддержку, будет вводить жесткие санкции против России. Каждый такой шаг к помощи от ЕС постепенно, но уверенно ведет Украину к полноценному членству в Европейском Союзе. Субтитры создавал DimaTorzok